Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли- Вот смотри, я приведу пример со своим сыном средним. Он офигенно разбирается в нейросетях. У него это хобби. У него это образование профильное после Бгуира. Он в этом сидит, он с этим балуется, он с этим ржет, он с этим запихает. Он кайфует от этого. И при этом я говорю, вот, сынок, смотри, вот ты мне объясняешь вот эти вещи, ты мне объясняешь вот эти. Смотри, как ты круто сделал рекламу. Смотри, как ты круто в этом разбираешься. Почему ты не можешь выдать эту информацию людям, которые не разбираются в этом, чтобы они точно так же на Сабрише не сделали свою рекламу. Ведь они же себя будут продвигать, и ты им поможешь, и для тебя же это ничего не стоит. А он говорит, да ну это так легко, человек сам захочет и сам разберется. Бац и обесценил. Бац и обесценил. Свои знания. Гуир в свое образование. Обесценил свое хобби. Обесценил все свои знания, которые у него накоплены за годы. Он же этим всем занимается лет, наверное, с 14, если не раньше. И так, хоп, и все в навоз. И я говорю, не, 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 сынок, не прокатит с мамочкой. Понимаешь, так это я ловлю своих за задницу. Сколько родителей так не ловят, и сколько людей сами себя так не ловят. То есть, вот друг, сосед наш уехал, живет сейчас в США, Вова с ним разговаривает. Точно так же. Образование обесценено и так далее. Как же? Так это все знают. Это же, это, наверное, уже все. Этим не воспользуешься. А тоже великолепный программист. Ну так, это тебе кажется легко. А для кого-то это сложно. Научи, покажи, сделай. И тебе хорошо, и человеку хорошо. И тогда будет вин-вин. Выиграл, выиграл. Видишь, как человек рассуждает. Именно вот рассуждает. Вот он ум. Ум, который ограничивает всегда. Человек рассуждает. Ой, сейчас этого много. Какая конкуренция, посмотри. И сразу, знаешь, так в коробочку. Хлоп-хлоп-хлоп. И крылышки свои чик-чик-чик и обстригает. Да? А все почему? А потому что постоянно себя сравнивает. Постоянно смотрит за забор соседа. Вот она на самом деле... Ущербность школьного образования. Оценки, да. Плохо-хорошо, плюс-минус, зло-добро, бог-дьявол. Вот это все к этому приводит. Вот это разделение. А ведь на самом деле, да, именно плюс и минус, то есть оценка, да. Вот когда человек воспринимает оценку, я должен быть только хорошим. Он тогда сам себя обесценивает на самом деле. А когда он понимает, что и плюс, и минус – это мои качества, которыми я имею право обладать, потому что я развиваюсь благодаря им, потому что возьмем батарейки. Плюс соединив с минусом, машинка поехала. Если ты разъединил плюс и минус, я только плюс, машинка будет стоять. Вот так и спит человек, отказываясь от себя минусового, либо вообще плюс и от минуса, да. На самом деле это полное обесценивание себя как жизни своей. Именно сравнивая себя с кем-то. Вот как возьмем тоже Диму, да, как ты говоришь. Знаешь, вот ты когда рассказывала про среднего сына своего, я вдруг, у меня прям образ передо мной возник. Натурально я вижу, вдруг Дима срывается, неважно откуда, с высоты, срывается вниз, вот прямо летит вниз, а ты его хлоп, за шкирки и назад. Понимаешь? Вот такую картину увидела, но услышит ли это Дима, что я, вот понимаешь, я вижу, как он летит, то есть обесценивает себя, летит вниз, а мама дала возможность, схватила, давай, да, давай, двигайся. Да, да, не сравнивай себя, не смотри, не конкурируй. У меня же тоже, моя старшая дочка, она постоянно именно тоже обесценивает себя тем, что очень большой там, большая конкуренция, она мне рассказывает, да, и страдает от этого, то есть ей тяжело с этим, она борется с этим. А на самом деле она обесценивает себя, как очень-очень даже, ей это нравится, то, чем она занимается, ей нравится, она кайфует, но она обесценивает, потому что много таких уже. Не надо, ты эксклюзивно, ты в своем, если ты в своем интересе, то ты невероятный, тут алмаз, бриллиант, который ты просто увидишь в себе ценность. Ты занимаешь свое место, ты клеточка в этом органе, и ты работаешь как клеточка. Это то же самое, как человек идет в лес за грибами и говорит, ой, до нас все грибы собраны. Нет, твои грибы тебя любят. Они всегда твои, да. Они всегда твои. Вот возьмем тело, да, и вот клеточка этого тела. Если это эта клеточка на твоем теле, она живет, она все свои процессы там выполняет, она кайфует от своего места, то ты здоров. А если эта клеточка вдруг решила посмотреть на соседнюю клеточку, то она начинает расти и заглядывать, что появляется? Бродавка. Ну я образно, да? Да, да. Ну вот оно. Также и болезнь, то есть появляется болезнь, вот человек болеет, обесценив себя. И самое интересное, что вот если мы заглянем под обесценивание, мы найдем то, что человек лучше всего умеет, лучше всего делает, где он лучше всего проявляется. Но для него это слишком просто, поэтому он это выкидывает и обесценивает. Для него слишком просто, и он обесценивает. И вот смотри. Свой талант. Человек говорит, чем мне заниматься в жизни? А на самом деле, вот то, что у тебя получается офигенно, от чего ты кайфуешь, ты даже можешь тут глаголов не писать. Вот от чего ты кайфуешь, и что у тебя получается лучше всего, бери и находи, как это продать. Вот это и есть твое место. Вот это твое место. Да. Вообще никаких проблем. Это можно за пять минут найти, просто взять и включить мозг. Мне, кстати, очень понравилось, я сейчас наблюдаю еще за одним человеком в интернете, за Владимиром Бесфамильным. Вот человек, который логикой и умом реально осознает многие вещи, до которых мы доходили через чувства, через разум. Я удивлена, насколько человек круто. Точно так же складывает науку, потому что он логически до этого дошел. Он просто реально показывает науке хуй с хуй. И я кайфую. Вот реально его ролики кайфуют от него. Но если возвращаться, то есть неважно, каким ты путем пойдешь, логическим или через чувства, но ты приходишь в любом случае к себе. Когда тебе интересно, тогда неважно, какой логикой берешь или... Чем берешь. Да, тут именно тебе интересно. Когда у тебя что-то получается, когда ты в этом находишься в состоянии счастья, кайфа, то тебе хочется это делать еще, еще и еще углубиться, и еще там же зацепить внимание. И тогда ты там становишься специалистом. Вот это момент, когда ты через свой интерес углубляешься, развиваешься, и сознание расширяет какую-то область и помогает видеть что-то с другой стороны, с которой никто не видит ни один орган. Вот твоя уникальность клеточки. И вот на этой уникальности ты уже можешь выстраивать любой бизнес и так далее. То есть ты уже можешь находить, как это конвертировать. Видишь, но бизнес ты можешь выстраивать только тогда, когда ты осознаешь ценность своего интереса. Да, ценность интереса. Себя. А ты и есть интерес, да. Вот именно только тогда. Потому что когда ты не осознаешь этой ценности, то это для тебя кажется это просто, и ты ценности этой не знаешь, ты бизнес не сможешь построить. Ты будешь это, знаешь, как обесценивая, раздавать просто так. А тебе будут плевать в это просто так. А просто так, да, подожди. История очень даже интересная Про просто так Иисус ходил И к чему пришел? Он исцелял просто так К чему пришел Иисус? Распяли Потому что ты не такой Как я хочу, чтобы ты был В какой-то момент возникает именно это Потому что он обесценил себя Его обесценили Естественно У него срок закончился Тонкая грань И ты становишься рабом Вот это обесценивание ведет к рабству А если ты раб С тобой делаю все, что хочу Это невероятные штуки И, кстати, к обесцениванию Как правило у людей, которые обесценивают себя Есть финансовая проблема Конечно Потому что это про конвертацию Причем финансовые проблемы Как в одну сторону, так и в другую У кого-то минус, а у кого-то плюс Но при этом ни то, ни другое Не дарит счастье То есть от счастья Это мы через обесценивание И убежали А суть быть счастливым в моменте Здесь и сейчас А для того, чтобы быть в моменте Здесь и сейчас Надо просто делать то, что ты кайфуешь И испытывать это состояние счастья Осознанно Все Много ничего не надо Да И не смотреть Ничего не надо Да Не надо Надо просто быть здесь У тебя все здесь есть У тебя все здесь есть Да Тогда у тебя все здесь есть Просто именно Видишь, опять тоже просто Не сравнивать себя ни с кем Не конкурировать Не смотреть Не бежать Не соревноваться Да Вот оно соревнования Спорт А делай то, что ты делаешь От чего тебе Тебе этого хочется Вот ты достиг этого И ты чувствуешь кайф в себе Не ты Не достиг И так смотришь Что я достиг Как мне там аплодируют Как Ну как Все Ты раздулся Пум Какой-то момент тебя пробили А когда ты вот Ух как Для себя Ты для себя Ух ты Ах ты Да Помнишь лекцию Когда мы давали По критическому мышлению По соревнованиям Конкуренции По всему этому Какой фурор она произвела В сознании людей Но она реально вырывает мозг И ставит его на место И показывает Вот твое критическое мышление Вот твое больное тело Да, вот твое, да Вот соедини эти два вещи Две вещи И ты получишь За свое критическое мышление Которое ты считаешь Вершиной своего состояния Ты получаешь болезнь Может иметь смысл Проститься со своим критическим мышлением И стать счастливым И стать счастливым Просто внутри быть Просто, да Просто быть счастливым Как это вы так говорите Как это возможно Просто быть Когда это горе Ну так, как ты горе Ну так же сделай счастливую мысль в себе Да Как я этой женщине Сегодня тоже, кстати, сказала С онкологией Которая Сказала, говорю Вы просто Держите внутри Слова благодарности Вам приходят Какие-нибудь страхи Мысли Или что-нибудь переживать Вы тут же словили И просто благодарю 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 Внутри Вы уже Хочу себе Себе эти мысли Нейтрализуете Отрицательные Уже Плюс пойдет Ну она так Ты знаешь Услышала Такая женщина Ну когда боль Тогда уже человек Начинает слышать Да Боль открывает уши Это Про те моменты Когда Человеку нужна была болезнь Для того Чтобы развернуться к себе Видишь Здесь Очень такой тонкий момент Поэтому Опять-таки Сегодня на курсе Мы будем говорить Про то Когда Имеет смысл Помогать Когда Имеет смысл Не помогать Не помогать Опять-таки Вот Вспомни Это был период Наверное года два назад Как нас заваливали Просто сообщения Ой там умирает ребенок Там сбор Вот на этого ребенка Ой там артист Помогите Помогите Вы вообще Бессовестные Бестыжие Вы можете А вы не помогаете Но у нас же был период Когда мы Точно так же Ну мы не всем Конечно Но был период Когда мы ввязывались В такие моменты Да А на сегодняшний день У нас есть такие моменты Когда мы ввязываемся Но это только Чтобы провести Наши эксперименты Которые Нам интересны Потому что Ну и тогда были Такие экспериментальные моменты Например Вот этот момент Когда блокируешь Инкарнационный цикл Такой жесткий момент Который ставил нас Такой опыт неизгладимый Такой момент Когда ты Реально Там Помогаешь Работаешь с ресурсом И видишь Какие образы Ты заложил человеку А человек потом Как это комментирует Там Ангелами Архангелами Которые приходили Вот Опять-таки Те эксперименты Где помнишь Про волшебника В голубом верталете В книге Описанный Эксперимент Но ведь он же Все равно Был провальный Ну Отложенный Во времени Провальный Да Как Как ни крути Если человек Не включает Извилины Ничего Толкового Не будет Если человек Не начинает Меняться Ничего Толкового Не будет Ты просто Усугубляешь Страдания Может Раньше Более ранний уход Был бы Более полезным И тогда бы Не было Дальше Там Дури Которая Проскальзывает То есть Всему свое время Вот как вчера Залезли в психику И звучало Всему свое время Всему свое время Да Вот Все вовремя Тогда начинаешь Ценить и время тоже И свое время Тоже начинаешь ценить Потому что Понимаешь Что все равно Это была пустота И осталась пустота То есть Вот этот отрезок Он не стал значимым В этом В этой игре В силу того Что интеллект Не развивался В силу того Что осознания Не наступали И сигнал не проходил В силу Определенных Деградационных моментов Можно было Не усугублять Знаешь Это как Жесткую штуку Сейчас скажу Это вот как Есть вещи старые Когда вот Все она износилась И ее уже можно было бы Отправить во вторсырье В переработку А так она задержалась И пролежала еще на полке Какое-то время И даже моли Она была не нужна Вот такие вещи Тогда наступают Очень жестко Но факт остается фактом Тогда это остается Той вещью Которую даже Моль не стала есть А ведь Эта вещь могла Быть Дальше В использовании Как новая Если бы человек Начал развиваться Осознаваться И так далее Ну тогда надо Включать человека Вот она Личная работа Поэтому Да Личная работа И то только в том случае Когда человек Сам стучится Когда сам Да Только сам Потому что Вот когда Стучатся Там за сына За дочь За внуков Еще за кого-то Не-не-не Не-не-не-не Это вам болит А ему не болит Ему хорошо Он находится Вовремя В своем И это опять-таки Про ценность Ценность себя Ценность работы И ты знаешь И опять-таки Про возможности Да Про возможности Когда Иисус Ты их видишь Либо не видишь Да А ты не открыл дверь И он стучал А потом тебе сказали А потом Спустя время К тебе Бог стучался Это так же Как у тебя была Возможность А ты И все Потом Понимаешь А вовремя Не открыла Вовремя Да Тема наша Всему Свое Время Вот всему Свое Время Вот момент Когда Вот этот Вот всему Свое Время Это работает Автомат А вклиниться Вот в этот Автоматический Процесс Разворачивания Времени Сознанием Для этого Надо иметь Знание На самом деле Знание С одной стороны С другой стороны Силу С третьей стороны Опыт Так это и знаю Четвертая Веру И осознание Вот этого Единства Я И так далее Тут очень много Условий И осознание Наблюдателя И видение Одновременно Трех точек С трех сторон Именно Да То есть С трехсторонним Трехсторонним Восприятием То, что Мы давали В самом начале Тренировки Двустороннее Восприятие Трехстороннее Восприятие Да Вот это Трехстороннее Восприятие Казалось бы Ой, это практика Потом мы ее Нигде не Произносили Она в открытом Доступе лежит, между прочим. Человек ее не тренирует. А здесь она нужна уже оттренированная, когда сюда приходишь. Потому что без нее ты дальше никуда. А она уже была обесценена. Да. Видишь, как человек свои возможности профуканные уже в момент смерти замечает. Да. Только в момент смерти он понимает, сколько он пропустил возможностей, которые были открыты ему, а он сказал, это говно. Это не то, это чушь, это не обо мне. То есть обесценил все возможности, обесценил, то есть обесценил себя. И просто прожил тупо свою жизнь, не используя этих возможностей. Это по сути своей точно так же, как человек, который допустим продолжает стирать вручную. Ну, обратно скажу, отрицая машину стиральную. Это ведь такая же возможность, если взять на уровне вот таком уровне. Это точно такая же возможность, когда человек обесценивает себя, говоря, что это, ну я образно так скажу, это все от нечистого стиральная машина. Вот, ты правильно, единственное, правильно, это руками. Я по старинке. Ну, я так, такой образ просто взяла. А смотри, знаешь, первопричина, вот это, где запускается этот механизм, когда человек уходит в обесценивание и в деградацию. Этот механизм запускается еще в раннем детстве, когда закладывается программа «хороший мальчик, плохой мальчик, хорошая девочка, плохая девочка». И вот человек, казалось бы, мог прожить жизнь, он там что-то делал, он не считал себя, например, хорошим мальчиком или плохим мальчиком, да, или девочкой. Вот он живет, чего-то достигает в жизни и так далее. И потом в какой-то момент включается эта программа «хорошести». И он тогда ищет, за что самое правильное зацепиться. И когда он цепляется за это правильно, это может быть религия, это может быть какая-то система ценностей. Любой авторитет будет. Любой авторитет, да. Для него который. Ну, куда он вынесет внимание? Он может вынести внимание, например, на книгу. Он, например, как на Коран, я вчера приводила пример, да, вот человек там очищает Коран, он вынес ответственность всю на Коран. Да, да, да. То есть все внимание ушло туда, и теперь только это ясный свет, да, и все плохие, потому что они принесли эту грязь. Точно так же может быть с Библией. Точно так же может быть именно... Что ты там увидела? Дима. Дима. То есть вот этот момент, когда человек считает, что вот это хорошо, и тогда все вот это наносное плохо, да, то есть он разделил и авторитет вышел сюда. И после этого в зависимости от того, куда он вынес авторитет, он может очень даже больно пасть. Я вот сейчас тоже подбросила мне по очистке, по очистке христианства в виде как-то стерликов, ее фамилия, да, бизнесмен был такой. И его жизнь сейчас, и я понимаю, что человек просто вот кубарем летит с эвереста, и он летит просто в пропасть, и это пропасть бездонна. И он летит только на одной программе. И это даже не просто программа, это детская травма хорошего мальчика. И он сейчас выставляет в правильную систему правильного мальчика в правильной секте а-ля Моисей. Это ты об этом или нет? Христианский новый Моисей. Ну да. И там столько безумия, там столько изворотов, но это все на правильном. Ну да. И соединенным со страхами. Со страхами, и эти страхи в конечном счете уничтожат тело и жизнь. Ты знаешь, что это не... Инкарнация пойдет назад потом. туда. Хочешь в 17 век, будь в 17 веке. Goodbye, my love. Это нежелание развиваться. Нежелание двигаться. А желание, я это уже вот умею, и мне надо... То есть, а все остальное плохое. То есть, ум начинает выкручивать, говорить про... Делить, на самом деле, это плохо, а вот это единственное хорошо. А лишь потому, что человек не хочет дальше двигаться, потому что он понимает, ему сложно. Это ж надо все изучать новое. Это ж надо конкурировать. Это ж надо двигаться. То, что вы называли трон сатаны. Проще сесть и обосновать, почему я сел. Да. А по сути своей обмануть. Обмануть. Вот она ложь. Да, потому что человек, вот опять-таки, очень хороший пример будет на стиральной машине, потому что человек, отказавшийся стирать стиральные машины, стирает руками. Он начинает говорить всем, в своей семье он внушает, что это правильно, это единственное правильно. И семья начинает тормозить. Если там, если в семье поставлено так, что он авторитет в этой семье, этот человек, то все дети, естественно, будут, то есть поставлено, что он накрывает, то дети, естественно, будут прислушиваться. И они точно, это все сужение, отказ от нового, деградация, уход в никуда. Циклическую ошибку, на самом деле. Я когда услышала у Стерлигова про унитаз, хочешь в туалет, там пошел, ведро в полу забрал, задницу помыл, ни туалет, ни бумага не надо, ни унитаз не надо, ничего не надо. Меня так это улыбнуло. А человек готов по Библии пойти, понимаешь, религия, религия Моисея. Зачем было приходить в этот век? Вот и все. Так зачем было вообще изобретать стиральную машину? Что же об этом же? Да, это же колдунные ученые, их надо сжечь на костре. Я так ржала, когда это смотрела. Понимаю, это сумасшествие высшей категории. И при этом есть люди, которые идут за ним, потому что они авторитет, потому что для них христианство, а потом попы стали плохими, они вошли в контры. И вот она программа хорошего мальчика, правильного мальчика. Именно правильного. Вот он искал свою правильность. И вот смотри, на самом деле он же не один такой. Ложь. Это ложь себе. Мало того, он не то, что себе, он четко знает, что он лжет. Да. Он четко знает. Это вот как раз трон сатаны. Это очень. Я его не знаю. Я просто описываю. Я его не знаю, не смотрела. Он хорошую секту сколотил. Моисей. Ему можно Моисеем называть. Я просто... Ю Моисей. Ну вот, вот. То есть, а прикинь, он так в своей этой секте скажет, я Моисей лбом. И этот, понимаешь, на самом деле великий лгун и обманщик, который хорошо знает. И он в этом еще больше специализируется, еще больше начинает развиваться во лжи. Я просто видела бизнесменов, крупных бизнесменов, которые вдруг резко становились религиозными. Например, в Минске есть один такой чувак, который... Вот у него был охрененный бизнес, и потом, когда начались проблемы, и его должны были так хорошенько проверить, он вдруг ушел в духовную семинарию, блин. Спрятался. И сегодня он возглавляет один из приходов, и у него вот он такой весь уверовавший. Но при этом если посмотреть, как живет его семья, то ты там найдешь все. Все грехи, которые можно найти. Все грехи, которые он отпевает, да. И поэтому, когда говорят про... Я понимаю вот эти возрастные ломки. Я понимаю, как потом будет еще больше ломать человека, потому что он еще в этой лжи, и в этой коммерции, и он еще больше запутывается. Знаешь, это как муха, которая уже попала к пауку, и понимает, что она у паука, и она все больше, 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 больше. И потом следующая жизнь, это психические расстройства, ДЦП, поломки и так далее. Вот это вот чистый обращик вот этой вот херни. И потом, и за что уж меня Бог покарал? Да ты заврался. Не карал тебя Бог. Это ты сам уже себя начал наказывать, потому что ты не знаешь, где еще, как извернуться, чтобы еще наврать. Вот она грязь. Вот эту грязь можно... Это контур, ладно, от человека. Эту грязь можно видеть на большем контуре, если ты посмотришь вот тот же самый Пакистан или Афганистан, посмотри. Ну уже все, уже пошло насилие, потому что женщин не хватает. Так зачем вы девочек убиваете новорожденных? Зачем насилие мальчиков? Вы же изначально вот это вот все в вашей жизни, и это все закреплено религией. Вы во лжи, в грязи запутались, утонули. Ну и поэтому надо помыть. Я очень хорошо за то, чтобы там так пропалило и промыло эти регионы. Их очень хорошо надо постирать. Их надо вообще выжечь. Выжечь и постирать. Да. И пролить, да, пролить, прочистить, помыть и дать новому прорасти. Да, да, да. Потому что то, что уже есть, это агония. Агония ждет огня своего. Очевидно. От Аллаха не встречаешься. Аллах все видит, когда выжечь эти салла. Потому что он у вас. И он сам ест это салла. Но не осознает, что он Аллах. Блин, какая крутая игрушка. Вообще просто офигенная игрушка. И при этом, когда она раскладывается, ты видишь, насколько она кайфовая и счастливая. Она простая игрушка. Но при этом, какая она крутая, своей простотой, она так мозг закручивает, что просто человек теряет. Это невероятная игра под названием жизнь. Просто невероятная. Это кайф, который действительно человека вводит в это состояние зависимости от этой игрушки. Да. И хочется вернуться. Хочется вернуться. Поэтому ты вроде бы уходишь, тот же хлоп, и ты в инкарнации хлоп, потому что ты не можешь уйти. Потому что вот в этот момент, когда ты улетаешь и с тела, ты понимаешь, какой кайф ты профукал. Какую? Ладно, я в следующий раз сыграю по-рубому. Пустил возможность. И снова забыл. И снова кайфанул. Знаешь, ты кайфанул и забыл. И снова окунулся. И поэтому есть только одна возможность, это вот в жизни проснуться во время, уже взрослой когда-то. Только взрослой. Причем у детей же вот это знание, это кайф, оно есть. Оно есть лет до 5-6 сохраняется. Да, чистый кайф. Чистый кайф. Чистый, который ты можешь, ну, то есть, посмотрев на этого ребенка, увидеть, почувствовать самого себя и вернуться в это чистое состояние. но человек считай, обесценивает опять-таки. Вот она. Это же ребенок. Так смотри, у детей это состояние, знаешь, когда закончится. Вот есть ребенок и дети до какого-то возраста, они уверены, что все знают то, что они знают. Что их секретик знают все. Я просто помню это состояние, когда мы стеклышком накрывали, там, ямку вырывали, накрывали цветочки. И я была уверена, что все знают, где мой секретик. А потом пришло вот это состояние, когда я могу припрятать, и уже не все будут знать, где мой секретик. А этот будет знать, а этот не будет. Вот это состояние появления первичной лжи, хитрости, изворотливости, да, это лет 5-6. Но до этого у ребенка, когда он абсолютно знает, если я знаю, то и мама знает, и папа знает, и тетя знает, и дядя знает, и все знают. Вот это состояние абсолютной искренности, вот тогда ребенок и ценит вот это знание, оно в нем еще не перекрыто. Оно перекрывается, когда получается вот эти вот, а уже мое знание, уже мой секретик. Вот тогда начинается уже игра в искажение. Ну, у детей это по-разному, разный возраст, но это уже после того, как он начал говорить ребенок «я», то есть уже эго сформировано. Пока эго не сформировано, там вообще абсолютная чистота, искренность. А эго формируется, вот я сейчас смотрю, по ромашке наблюдаю, пока у него есть Рома, пока у него есть мама, папа, и пока у него нету, вот он «я» говорит, но вот этого осознанного «я» пока нету. Пока «я» это Рома. То есть даже может о себе говорить «Рома хочет, дай Роме». То есть вот, но ему еще трех нету, вот это вот еще чуть-чуть и уже пойдет только «я», но еще будет вот этот свет, да, когда все знают, что у меня есть. А потом дальше уже все, и следующий шаг это закроется. Так вот вот это чистое состояние, фактически мы к нему приходим только во взрослом возрасте, потому что в детском ты в этом состоянии это очевидно, и кажется, ой, я буду взрослым, весь мир мой, я помню вот это состояние, я все смогу в этом мире. У меня крылья, у меня силы, так интересно, я все смогу. Вот это закрылось, и этого не стало. И только сейчас это потихоньку открываешь. Я все смогу в этом мире, вот, они крылья заново отрастают, но для этого надо проснуться. А если не проснешься, крылья не отрастут, тогда как важно не убить ребенка, не задавить ребенка, не оценивать ребенка. Кстати, я бы так хотела, чтобы вот в Беларуси сейчас собираются менять систему образования. Это правильный подход. Я бы ввела уроки благодарности, это само собой. Много уроков бы дополнила. Кстати, то, что мы будем раскладывать благодарность, вот эти проводим образовательные вещи, ведь это даже помощь тем, кому сказать, ну, введи урок благодарности. А что на этом говорить? Ну, это спасибо и все. А если разложить благодарность так, как мы раскладываем, то это на полгода только одна наша программа. Для того, чтобы дети это осознавали, впитывали, но тогда вы уберете всю неблагодарность, злость, агрессию, снизите преступность. Можно очень много проблем просто из социума убрать на благодарности. Опять-таки, вы уберете 20-й год с улицы. А что, не так, что ли? Это элементарно просто введя в благодарность школе. Но это один момент. Второй момент, это я бы убрала оценки. Да. Когда говорят, а как же тогда этот поступит в институт, а этот не поступит? Подождите, сегодня вы уже видите недоборы в вузы. А если поступят все, кто хотят? И не поступят все, кто хотят. А если вы введете благодарность, то человек, который работает в сельском хозяйстве, например, он будет ценить то, что он имеет, и ему тогда ваше образование в том варианте, в каком вы его городе преподаете, оно не надо будет. Может, ему наоборот поближе и не высшее, а среднее. И каждый тогда будет ценить то, что он имеет, а не то, что у огородов в соседе, у соседа в огороде. И тогда тракторист не будет стремиться стать айтишником, и потом не будет подчисленным. Знаешь, убрав оценки, появляется ценность себя на самом деле. И вот если в школе убрать оценки, а развивать через благодарность и интерес, то эта ценность себя растет. Это в детских глазах будет расти солнце, искры, то есть огонь, жизнь, желание, вот эта жизнь, она просто со всеми возможностями, то есть чистое солнце. А когда оценки, то тогда растет конкуренция, растет агрессия, растет злость, растет раздражение, непонимание, и, короче, пошло, тухнут детские глазки, жизнь становится скучна, неинтересна, она серая, обыденная, автоматическая. А смотри, если убрать оценки, ты смотри, как надо переделать спецсостав. Ух ты. Ведь это тогда надсмотрщики, воспитатели, и вот эти злые тетки должны стать друзьями, любящими, работающими, счастливыми и так далее, счастливыми. И не больными. Да. А посмотри, там процент заболевания. Да. А там злые, агрессивные, недовольные, ненавидящие ни детей, ни свою работу. все, что касается болезней, вот если дети здоровы, то к ним нельзя пускать больных взрослых, потому что дети копируют. Конечно. Если мы вот вообще глубину посмотрим. Если ты болен, то тебя к детям нельзя. Если ты с сахаром, диабетом и так далее, все, тебе нельзя работать в детском учреждении. Потому что ты заражаешь. Потому что ты заражаешь психику ребенка. Но сегодня об этом скажи, так там же весь педсостав надо уволить. Потому что весь педсостав это траломированные. А чтобы набрать молодых, это тоже, понимаешь, это должны люди когда вырастить, это должны быть те, кто горит, кому интересно, кто... Я тоже вот, например, одну девочку недавно разговаривала с ней, сколько это ей лет? 24-25, по-моему. Ты не представляешь. Я с ней просто разговариваю, а я понимаю, что... Я у нее так и спросила, говорю, у меня такое чувство, что ты бы очень круто работала с детьми вот 10-13 лет. Мне кажется, она говорит, да. Я говорю, так а что ты не пойдешь? Она говорит, а я работала, пневможатый там, да. И вот прямо чувствую... Я говорю, и как? Она говорит, они меня воспринимали своей, да, и у нас очень... То есть они играли, она какие-то там команды создавала на какую-то... Вот прямо ее, а она сейчас этим не работает. Я говорю, так вот в этом себя найти. Вот, вот таких вычислять молодых, которые обесценивают, опять-таки, да, обесценивают то, что умеют, то, от чего... То есть обесценивают себя, кайфуют, да. Вот считают это простым, это никому это не надо. Ты невероятный бриллиант. Я жую, что я с ней разговаривала, понимая, что подростки, вот я прямо видела, подростки вот эти малые, 10, 12, 13 лет, они будут ее, они за ней будут хвостом ходить. А ведь смотри, ведь это все про здоровый организм. Да. Если организм здоров, каждая клетка на своем месте и выполняет свои функции, и не оценивает друг друга, и не смотрит за забор соседа. Да, конечно. Она занимается... То, что написано в Библии. Да, 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 да. И в Коране. Только интерпретировано не так, да? Только интерпретировано не так. Не кривором. Да. На самом деле, это и есть здоровье. На самом деле, это и есть счастье. Я сейчас, знаешь, о чем сидела тогда, просто мысль такая шаленая пролетела. Нам надо с тобой в комиссию пойти от пора. Так, ты в школу, ты в завтра работаешь. Ведь четко, вот буквально немножко поговорив с человеком, ты понимаешь, где его место. Да. Но только для этого человек должен тоже сам, знаешь, не отталкивать, не отвергать вот то, что услышит, допустим, да? А раз так через себя пропустил, и поверить в себя, да? И пойти, и действительно, вот пойти заниматься тем, в чем его предназначение. Каждый человек, да? В чем мое предназначение? Вот. Вот твой интерес, то, что ты, а ты его обесцениваешь. У меня сейчас другая шальная мысль. Ну, давай, пошли шаленая мысль. Смотри. По сути дела, это сломать автомат. Да. И в автомате будет тогда такая поломка. Если его сломать на контуре коллективном, то те, кто шли тупо по автомату, они зависнут. Знаешь, прям... Ну, да. И сюжет завис. Да, да. Декорации двигаются, а это... Да, часики остановились, да? Да, часики остановились. Ходилка-стрелянка зависла. А декорации продолжают двигаться, да? А жизнь продолжает течь. И тогда эта зависшая декорация, она становится неинтересна под сознанием. Она ее, бум, и на кладбище. Угу. Тихо. Смертность растет, да? Но при этом те ходилки-стрелялки, которые адаптивные, живые, они автомат, отключение кармы и рода, да? Угу. Информация не подается. Муховик не варит. Да, да, да. И тогда те, которые адаптивные, живые, они так... Ах! Так это же жизнь! Я могу что-то создать новое! Что буду создавать? То, что умею, то, что мне нравится, да? Так вот, те, которые ожили, остались жить, да? Эти вот живые, двигающиеся, они остаются. А ведь это можно. Это как фильм. Это как, смотри, это как зернышко, грецкий орех, как зернышко, которое так хлоп, лопнуло, а там семечко, оно дохлое, и упало больное, да? А есть такой хлоп, открывается там орех, дерево, красиво. Ключевое больное, так болезни выключаются. Это основной принцип включения болезни. По-другому болезнь не выключится. Либо она выкосит, либо иммунитет даст возможность вырасти новой жизни. Ой, большая тема! А этот контур мы уже осознали. Ой, большая тема! Слушай, даже доболтались мы, что я зависла. И мне это интересно. Юху, блин! Это крутая тема. В ней надо повисеть.